Как вы думаете, что сегодняшнему поколению вообще живущих на Земле, что называется, мешает? Образование, воспитание, воздействие средств массовой информации. Скажите, что бы вы сделали, если бы у вас была возможность поменять ситуацию в этом вопросе? Безусловно, пересмотреть, а, систему образования, б, я бы обязательно ввел экзамен по истории для всех государственных служащих, потому что они сейчас дают, например, знание Конституции и закон о государственной службе. Но как государственный чиновник, особенно если это высокого государственного ранга, там, ну, губернатор или чиновники уровня федеральных министерств, не знают отечественной истории? Потому что история отечества предполагает понимание, что такое страна, для чего эта страна военная, что она существует, какие цели у этого государства на этой планете. Ну и, конечно, то, что часть элита сейчас заточена на встраивании вот этого глобального процесса, разрушения национальных государств, упразднения границ, создания такого человейника, планеты Земля. И они считают, что этот мейстрим является как бы единственной магистральной дорогой. И, естественно, что так как они обладают властью и финансами, они увлекают людей более слабых, которые ориентируются на более сильных, считают, что раз вот они поддержат эту доктрину, значит, она и есть истина. То есть люди еще, кроме того, законфлексованы и не умеют критически мыслить самостоятельно, а не смотря на мнение других людей. И многие люди считают, что раз там говорит, ну, условно там какая-то знаковая фигура, значит, он априори говорит истину. Они не вдумываются, что он говорит. Им важно, кто это сказал. Как вы думаете, сколько примерно, я повторяю, что этот вопрос очень сложный, тем не менее, на ваше усмотрение, какой путь временной должен пройти для того, чтобы мы все-таки осознали то, что мы потеряли? Да я, если честно, не знаю. Может быть, еще поколение это уж точно. То есть лет 20-25, чтобы мозги как-то... Ну, опять же, устаканится. Ведь надо понимать, что мы не в статике живем, а динамика. И те силы, которые не хотят этого, они же тоже не бездействуют. То есть очевидно, что здесь идет борьба мнений, интеллект. Вот сейчас вводится практически либеральная цензура ВКонтакте. То есть все, что связано с критикой такого вот этого либерального мейстрима, если это еще резкая критика, это будет роботами просто стираться автоматически. А страниц тех людей, кто это будет, как бы, тему поднимать, они будут, естественно, блокироваться. То есть практически ВКонтакте повторяет тот же путь, что прошел Фейсбук. То есть свобода слова, которую они декларировали как либералы, демократы, она у них утрачивает любой смысл, и они просто о нем забыли. Потому что для них свобода слова – это только возможность им говорить о том, что они хотят и то, что они считают нужным. А другие не должны ничего утражать. В вашей деятельности бывали такие моменты, когда, ну, как в простонародье говорят, опускаются руки, хочется просто... Да у всех бывают эти моменты. Что вам помогает, кроме веры? Только веры? Это вера и понимание того, что нельзя бросить то, что ты начал когда-то, давно. Я в тему пришел к пониманию монархической идеи, что 30 лет без малого как. И поэтому взять и бросить дело, которое занимает больше половины твоей жизни, ну, на мой взгляд, предать самого себя. Я согласен с вами. Ну, и напоследок, если можно, пару слов, пожелания для нашей аудитории. Я повторю фразу, достаточно известную для многих. Она была лозунгом русской... Первая русская эмиграция – делать что должно и будь что будет. Вот, на мой взгляд, если все будут покоить хотя бы так, не без даже понимания каких-то высших, горних, так сказать, истинной, евангельских, хотя это тоже, конечно, очень важно. Но вот просто такой принцип – делать что должно и будь что будет.